Итак, BlackRock и JP Morgan помогли создать украинский банк реконструкции. Окей? Банк создан для привлечения миллиардов долларов частных инвестиций. Но тут не миллиарды долларов, если перейти пониже, то вот тут абзац. Вот он, BlackRock и Morgan помогли украинскому правительству создать банк реконструкции для направления консолидации капитала на проект по восстановлению, который может привлечь готовые сотни миллиардов долларов частных инвестиций. Что это значит? Я брал интервью... Как звали того парня? Он много раз у нас был. Экономический убийца. Эм... Перкинс. А имя у него... Джон. Джон Перкинс. У нас был Джон Перкинс. И работа у Джона была... Экономический убийца. Он ехал в страны с большим количеством ресурсов и говорил, «Эй, вот что мы сейчас будем делать. Мы сейчас придем и построим у вас множество нужных вам вещей. Но вот что мы попросим у вас взамен. Вы должны будете нас слушаться во всем. Мы создаем рабочие места, мы делаем то, что мы делаем это. Если откажетесь, мы вас убьем». Это была его работа. И если вы не читали его книгу... И он демократ, абсолютный либерал. И он написал эту книгу, которая была хитом. По-моему, эта книга... Да, «Исповедь экономического убийцы». Это была его работа. Знаешь, что он мне сказал прямо в лицо? Он сказал, «Знаешь, что бы произошло с таким, как ты, если бы ты правил нужной страной?» Я спросил, что бы. Он ответил, «Такой, как ты, не прожил бы долго, так как ты бы не согласился с тем, что мы делаем». И знаете что? Мы сейчас явно видим... «Последствия работы экономических убийц на Украине». Если вы загуглите ресурсы Украины, они одни из богатейших нужными нам ресурсами стран. В этом месте полно ресурсов. Количество ресурсов Украины... Напиши, количество украинских ресурсов. Бат, типа металлов и всего. Друг, они одни из богатейших. Страна находится на четвертом месте по общей стоимости всех ресурсов. Примерно 15 миллиардов долларов можно получать ежегодно. А предполагаемое общее количество ресурсов оценивается в семь с половиной триллионов долларов. Я хочу повторить еще раз. Оценивается в семь с половиной триллионов долларов. И угадайте, что подумали Блэк Рок и Ларри Финг? Бинго, это прямо оно. В бой. И когда вы говорите, ну не знаю, вряд ли все именно так, то, что там было в этом фильме. Власть про что там было? Дональд Рамсфильд и Дик Чейни, или кто еще из них? Как вы думаете, какие сделки они заключали за кулисами? Война, 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 больше прибыли, больше договоров подряда, не останавливаемся, все идеально. Это оно. Люди, которые на это глянут, кто-то просто увидев, сразу скажет, это все какая-то теория заговора. Это CBC. Страна на четвертом месте по природным ресурсам, доход около 15 миллиардов долларов в год, предполагаемая оценка... Предполагаемая оценка около семи с половиной триллионов долларов. И вы думаете, Ларри Финг, глава Блэк Рока, у которого под управлением активов на 10 триллионов долларов, всего у двух стран ВВП больше, чем активов под управлением Ларри Финка, Китай и США. Блэк Рок — третья по величине страна, если вы посмотрите на активы под их управлением. Они приходят и говорят, народ, вы чего? Вы работаете на нас. Вот что будешь делать ты, Зеленский, и вот что будешь делать ты, Байден. Дайте что-нибудь этому парню, который любит наркотики, женщины, проституток. Так, что тут у нас? Это все какой-то бардак. Все, хватит. Мы тут собираемся заработать пару сотен миллиардов долларов. Народ, вы тут размениваетесь по мелочам, давайте мыслить по-крупному. Человек, который не видит, что происходит именно это, либо наивен, либо у него столько всего в жизни происходит, что у него нет на это времени, и мы не виним его за это. Когда-то я... Я тоже горбатился, чтобы заработать денег. У меня не было времени на все это. Я решал свои проблемы. Но теперь, когда видишь такое, ты понимаешь, что на самом деле происходит в Украине. Именно об этом я и говорю. Мы что, тут говорим о восьми миллиардах... миллионах? Извините, восьми миллионах буризмы? Это же ни о чем. Но когда ты говоришь «блэк-рок», вот это вот все... Я объясню. Дай мне закончить. Продолжай. Все, что я говорю, вот сумма. Нет, 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 я понимаю, почему ты... Но дай мне закончить. Тогда давай уже... Я уже собирался, но ты меня перебил. Мы все знаем про «не дайте кризису пройти за зря», окей? Что произошло в Европе после Второй мировой? Там было кое-что под названием «План Маршалла». По-моему, 30 миллиардов долларов, что на сегодняшний день где-то 130 миллиардов долларов. Вот как думаешь, что произойдет на Украине после окончания конфликта? Именно этим, по сути, и занят «Блэк-рок». Они восстановят Украину, заберут все ее ресурсы. То, что мы и делали в Ираке, забирали нефть и все остальное. Они направят финансовые потоки и так далее. Все, что я хочу сказать, это все гораздо больше, чем чертов Хантер Балан. Нет, я не согласен. Окей. Я не согласен. Скажи, почему? Потому что... Друг, людские души стоят не очень дорого. Разные люди играют разные роли, и даже пешкой можно так много выгоды. Ты что, шутишь? Все, что мне нужно, чтобы заставить вице-президента сделать что-нибудь для меня, это дать его сыну немного денег? Это же копейки, этот пацан стоит копейки. Это ни о чем. Эпштейну 158, и этому парню всего 8 миллионов. Но представь, насколько он сыграл важную роль. Помнишь эти посиделки с Леоном Блэком? Ты думаешь, таких же посиделок не было с Байденом? Ты думаешь, Байден не был в такой же ситуации, когда ему сказали, посмотри, вот у нас есть видео с твоим сыном, и, кстати, на нем это твой голос. Это твой голос. Так что вот, что тебе надо будет сделать. Ты будешь продолжать давать Украине деньги. Это же не Зеленский напугал Байдена и вымогает у него деньги. Это люди вроде Ларри Финка или еще более могущественные, которые всем правят. Стейт-стрит. Вангард и эти парни говорят, мы вложим деньги в Украину, потому что потом мы пойдем туда и сделаем все под себя. Так как у Украины ресурсов где-то на 7,5 триллионов, они четвертые в мире. Вот твоему сыну и Джо, не становись у нас на пути. Вот что ты будешь говорить публично. Все, больше не мешка. И пока ты следуешь указаниям, мы тебя прикроем. Еще раз, это просто предположение. Я не ЦРУшник или еще кто. Это просто личное рассуждение. Редактор субтитров А.Семкин